Музыка Так, предлагаю перейти ко второму докладу на тему участия организованных рабочих в создании и развитии бейгарства. Закладчики, товарищ Контерец. Контерец Андрей Николаевич, Жевский, завод Пластмасс. Значит, продолжение темы. Второй вопрос. Участие организованных рабочих в создании и развитии бригад. То есть, для того, чтобы что-то создать, развивать, нужно вообще хотя бы примерно понять, чего мы хотим создать. Ну, в целом, что вообще себя представляет бригада, которая ляжет в основу фундамента борьбы рабочих за освобождение от эксплуатации. На сегодняшний момент в капиталистической России в большинстве своем формы организации труда на производствах мы получили в наследство от СССР. Но, как оно и бывает, эта форма наполнилась другим содержанием, поскольку, как бы, другой этап. В советское время идея была в том, чтобы дать рабочим больше свободы и времени для самоорганизации и управления, вплоть до распределения обязанностей, заплаты и контроля производства в целом. На сегодняшний момент, как мы, в принципе, все с вами знаем, рабочие полностью от этих идей отстранены, то есть, как бы, доступа у нас нет ни к организации, ни к влиянию на свои зарплаты. Также нередко от работодателя мы слышим, да, что нужно бороться за повышение производительности труда. Но, опять же, на деле мы все его вот эти благие намерения сводятся лишь к тому, чтобы рабочие повышали интенсивность труда, да, то есть, меньше отдыхали, больше работали, чаще выходили на переработки и быстрее, так сказать, шевелили ручками. Также работодатель нам постоянно, ну, например, у нас на предприятии даже много вывесок есть, где написано, что безопасность, качество, порядок, это ответственность каждого, то есть, мы должны соблюдать, да, то есть, бороться за это. Но на деле, как мы, опять же, сталкиваемся, работодатель, его он как бы просто косвенно поощряет, то есть, своим бездействием, да, чтобы нарушались правила техники безопасности, чтобы там, где некогда было там прибраться у себя на рабочем месте, да, то есть, они настолько загружены. А бывают даже случаи, когда людей прямо принуждают, то есть, к нарушению техники безопасности, там, допустим, надо что-то быстро переставить, человек должен надевать каску, ну, как бы, ладно, давай, вроде как бы быстро сделаешь, и, соответственно, люди начинают пренебрегать техники безопасности. Даже иногда слышу от своих коллег по работе, да, что получается, как бы, даже сам вот этот вопрос, когда работодатель пытается вроде заставить человека соблюдать технику безопасности, они воспринимают это как вроде помеха, что зачем ты меня там заставляешь, когда мне тут как бы проще, нормально, я вроде как бы справлюсь. То есть, возникает некая такая дойственная ситуация, что, как бы, некоторым образом работодатель выступает таким благодетелем, а рабочий сам нарушает технику безопасности. Вот, с этим товарищей, конечно, нужно бороться, то есть, эти моменты нужно исправлять. И, конечно, на начальном этапе, понятное дело, что начинается с небольшого количества рабочих, да, как вот уже было сказано в предыдущем докладе, да, возникает некоторая инициатива, то есть, она, естественно, не возникает сразу у всех. Поэтому на этом этапе, да, важно понимать, что количество рабочих, оно не является ключевым, определяющим. То есть, здесь главным условием организации является осознание рабочими интересов рабочего класса. То есть, здесь как раз именно важна пропаганда именно научного социализма. То есть, ну, как бы, мы понимаем, что у людей в голове буржуазные, ну, в большинстве своем буржуазные идеологии, и поэтому, чтобы им как раз проявить свою инициативу, перейти к борьбе за свои интересы, и им нужно об научном социализме разъяснить, рассказать. Как раз, ну, то есть, вот этот момент, как раз с этого и начинается, да, сама организация рабочих. Ну, и важно понимать, что сама организация, она же заключается не только организацией коллектива, но коллектив, рабочие в целом, они не отделены от производства. То есть, рабочие без заводов и фабрик, они не существуют, просто не будут. То есть, они как бы перестают быть рабочими. И здесь было уже тоже упомянуто, что, как бы, большую роль играют именно крупные производства, да, ну, или достаточно крупные производства. И вот на такие, такого рода производствах используются два основных элемента, да, для организации, самая, для организации. То есть, это звено и бригада. Мы неоднократно слышали эти понятия, да, то есть, в целом, они обозначают некоторую группу работников, объединенных по производственному принципу для выполнения общей задачи. То есть, ну, понятно, что люди в основном работодателям, да, объединяются в некоторые смысловые такие группы, чтобы выполнять какие-то определенные задачи. Вот, но я сказал, как бы, звено и бригада. То есть, в целом, это вроде как бы группы, но между ними есть различия. И основное различие получается, что у нас звено, это наименьшее, то есть, это самое маленькое единица предприятия. Но, в отличие от бригады, она находится, она как бы находится в тесной зависимости от других звеньев. То есть, она сама по себе существовать не может. В свою очередь, бригада, это получается целостная структура. И она в своей, как бы, объединяет все звенья. То есть, у нас наименьшая структура получается звенья, которые объединяются в бригады. Вот, но, естественно, мы как бы на практике на сегодняшний момент зачастую видим искажения, что либо у нас бригада существует без звеньев, либо звенья не объединяются в бригаду, либо звено называют бригады, либо наоборот звенья бригады. То есть, как бы, имеем вот эти вот все искажения, просто в силу того, что либо после контрреволюции подробили производство, то есть, они стали настолько мелкие, что, получается, там по смыслу, как бы, видимо, они не могут собрать. Либо идет вот эта оптимизация, когда, вроде как бы, люди начинают выполнять множество задач, людей не хватает, и то есть, как бы, перекидывают туда-сюда, вроде как бы, человек уже становится более-таки многофункциональным, и вот эта вот вся целостная структура, она нарушается. И, ну, поэтому, как бы, проще всего всегда называть все бригадой, но, как бы, предлагается такой вариант, да, более конкретный, то есть, бригада в своем составе численно должна содержать 2-4 человека. В редких случаях, прямо если уж совсем надо, то ее можно расширить до 6. Но, в целом, как бы, это получается группа, то есть, группа у нас начинается от двух человек, ну, то есть, один человек пост, два человека – это группа. от двух человек. Вот. И просто на личном опыте, как бы, ну, читал некоторые статьи, как бы, очень, ну, такое важное замечание, что нужно стремиться, да, работать парами. То есть, поскольку, когда рядом плечо верного товарища, да, спориться, работа, как бы, проще, и надежнее, то есть, и стабильнее, то есть, когда, особенно в материальном производстве, когда есть человек, который может поддержать, то есть, где-то нужно что-то переставить, где-то не увидел какие-то показания, всегда должен быть напарник, да, ну, например, как у нас на производстве, у нас стоят два станка, то есть, спаренные станки у нас везде стоят, и получается, мы работаем парами, и вроде, как бы, можно было бы каждого поставить за свой станок, и, по идее, как бы, работаете, да, но, когда, начиная, работаешь в паре, то перекрываешь именно, друг другу, как бы, помогаешь, да, то есть, можно, ну, грубо говоря, где-то расслабиться, где-то, наоборот, подержать товарища, то есть, там, что-то увидел, пошел исправил быстрее, где-то, там, не успели записать, или идет какой-то интенсивная нагрузка, что-то случилось, то есть, друг друга вот так вот поддерживаешь, и, как бы, получается достаточно эффективно. Вот, и еще следует сказать, да, про звенья, что, с точки зрения производства, такие небольшие группы, разбитые, то есть, 24 человека, они позволяют не только более эффективно, да, управлять производством, но и, что немаловажно, получать обратную связь, потому что, как бы, понятное дело, когда организовывается производство, нужно же не только, там, расставить станки, как бы, все запустить, вроде все подключили, мол, ну, давайте работайте, да, но должна же быть, что, обратная связь, что, там чего-то не работает, тут что-то не так, тут нужно исправить, там, допустим, как-то ингредиенты неправильно выходят, ну, то есть, вот эти вот различные мелочи, которые, они, ну, грубо говоря, руководство, они же не видны, а именно вот такие, когда люди не распыляются на большой, этот, участке работы, а на более своих конкретных работают, то есть, они не могут обращать на это внимание, ну, и следить, и, естественно, когда у человека становится какое-то узкое место работы, ему уже становится и выгодно, объективно следить за этим местом работы, держать его в чистоте, то есть, то есть, как бы, чтобы там и инструменты были все на месте, были в исправном состоянии, но, к сожалению, капиталистическое производство, оно носит стихийный характер, и, естественно, зачастую, вот этот порядок, он нарушается, то есть, как бы, там человек не вышел, там человек заболел, заменить неким, перекидываясь с другого участка, с другого цеха, ну, то есть, вариантов куча, как вы, когда вот начинают перетасовывать людей, в плане того, что она начинает работать не в своих бригадах, да, то есть, вроде как привыкая там к определенному образу работы, но, естественно, вот это вот все нарушается, самой жизнью, так сказать, то есть, вот этот вопрос, да, стихийного производства, когда оно нарушается, и, то есть, в данном случае, рабочим, именно, важно соблюдать, хотя бы за тем, чтобы, непосредственно выполняющая работа, работы бригада, она была полная, то есть, и получается, ну, кто, кроме самих рабочих, будет за этим следить, естественно, то есть, как бы, сами рабочие, но теперь встает вопрос, следующий, да, но, чтобы работодатель нас услышал, и, и мало того, что услышал, там, кернул головой, он же должен выполнить вот эти требования, что действительно, бригада была полная, и для того, чтобы он действительно это выполнил, нужна некая сила, да, в нашем случае, такой силой будет выступать организованный коллектив, и организация всего коллектива, как нечто большого, да, должна начинаться с малого, то есть, организации как раз на уровне звеньев и бригад, таким образом, организованные бригады будут выступать боевой армией профсоюза, поэтому очень важно, каким образом они будут организованы, и естественно от того, что вообще будут ли они организованы, будет зависеть, будут ли работать, будут ли бороться рабочие, или разойдутся просто по домам, и продолжат дальше бездействовать, и таким образом, как бы у нас получается взаимосвязь между бригадами и профсоюзом, то есть, получается, без профсоюза бригады слепые, то есть, они не понимают, куда им действовать, что им делать, и таким образом, они, поскольку место пусто, если нет боевого профсоюза, да, это место занимает работодатель, то есть, работодатель начинает организовывать бригады в своих интересах, в свою очередь, профсоюз безорганизованных бригад, он как коммунистическая партия без рабочих, просто бутафория, вроде как есть, но толку от него мало, с чего начинается организация рабочих, да, вообще в самом начале, то есть, первое, с чего должны начать рабочие, да, это с пониманием единства интересов, то есть, мы все, достаточно большую часть времени проводим на работе, мы находимся примерно в одних условиях, особенно, между прочим, это как бы относится к людям, которые перерабатывают, то есть, не пытаясь закрыть бюджеты в своем семейном, дыры в своем семейном бюджете, больше всех проводят время на работе, и поэтому, как бы нам не может быть все равно вообще, в каких условиях мы работаем, да, поэтому за соблюдением этих условий, и вообще создание этих условий, должны бороться мы сами, то есть рабочие, у работодателя у него какая получается цель, то есть получение прибыли, и его, вот это наше состояние рабочих мест, нашего оборудования, его интересует лишь только с той стороны, с той точки зрения, да, чтобы извлечь, как можно больше прибавочной стоимости, то есть, естественно, то и как бы и получается, что снова возвращаемся к тому, что условия труда, это интерес именно рабочих, поэтому в этот момент это важно знать, понимать, и за него бороться. Здесь просто уже было озвучено, да, и повторю в плане того, что на практике, как планировать свою работу, то есть, начинать нужно хотя бы с планирования смены, то есть, вот люди приходят, они как бы вот им приходит, вот эта разнарядка, или в разных заказах, но в разных местах называется по-разному, что, что будет, чем будут заниматься в текущую смену, вот эти моменты нужно доводить до того, чтобы они согласовывались с рабочими. Мало того, что согласовывались с рабочими одной смены, но и рабочие должны взаимодействовать и с другими сменами, с другими бригадами, с другими звеньями, то есть, для того, чтобы вообще приступить к этой борьбе, нужно начинать с подготовки. Подготовка подразумевает составление коллективного договора, который будет выступать как единый план для всех рабочих предприятий, приступить к формированию в бригадах совета бригады из ее же членов. Совет бригады, с одной стороны, обеспечивает коллективное руководство бригады, с другой стороны, выступает как проводник интересов рабочих к вышестоящему руководству. Далее целесообразно, чтобы хотя бы один член совета каждой бригады входил в состав комитета профсоюза. Следует отдельно отметить, что бригадир также должен быть выбранной должностью из числа членов бригады и выполнять обязанности по руководству без отрыва от производства. То есть, не должна быть освобожденной должности. И здесь уже было неоднократно указано, что для того, чтобы вообще начать действовать, нужно регулярно проводить собрание, где обсуждать насущные вопросы. И постепенно сформируется понимание общих целей и способов их достижения. Спасибо. Валентин Владимирович, член рабочего профсоюза защиты Саровской генерирующей компании, мастер котельного цеха. В общем, ситуация по созданию бригад, инициативных групп, которые, как бы, вы заметили, что эти два вопроса у нас перекликаются, да, что инициативная группа, ей всегда родиться, как бы, предположено, действительно, в бригадах, да. Вот, вышедокладчик сказал, Андрей Николаевич, о том, что есть бригады, есть звенья, значит, звенья объединяются, бригады, бригады подразумевают собой руководство бригадира. Вот, надо, конечно, понимать, какую роль на сегодняшний момент эти лица, как бы, выполняют. Значит, следующий момент, который звучал, это создание советов бригады. Вот, на чем хотел бы обратить, как бы, заострить внимание ваше, что это такое. Ведь совет бригады, это на самом деле, грубо говоря, уже и есть та форма управления у себя на рабочем месте, где именно бригада решает, ну, у нас как было заведено, то есть, первое, с чем сталкивался вопрос решения, это коэффициент трудового участия, да, то есть, бригада, не кто-то там сверху, а это именно вопрос бригады, разобраться, кто меньше или больше, или лучше, или хуже, в той иной степени, значит, проводит свое трудовое участие при выполнении своих непосредственных трудовых обязанностей, раз, значит, второе, так как бригада, соответственно, уже есть бригадир, бригадир, как показывает практика последних лет, при капиталистическом производстве стало лицо, назначаемое руководством, вот, призываю все коллективы, которые найдут в себе силы, все-таки, как бы, переиначить это, как было раньше, чтобы бригадиры были, все-таки, выбранными, почему, потому что бригадир должен обладать, в первую очередь, тем авторитетом у бригады, да, потому что это передовой работник, как правило, у него самый высокий разряд, вот, и, получается, он должен быть проводником идей, именно, которые идут в массе коллектива, да, а не проводником идей, которые, через которые идут от непосредственно руководства к коллективу, да, то есть, это в первую очередь защищать те права, которые даны и трудовым законодательством, и внутренними, локальными, нормативными актами, значит, у нас на предприятии есть целое положение о системе этой бригадной, да, потом можно отметить, какой момент, есть бригады, которые работают по единому наряду, есть бригады звеньевые, которые собираются, значит, из нескольких звеньев, чтобы какую-то большую работу выполнять, в этом, в общем, большая разница, если по форме разница, значит, в чем, если бригада собрана из звеньев, у нее есть, как бы, определенный момент, то есть, она может получать надбавку за расширенную зону производства работы. Бригада по единому наряду этих, как бы, надбавок не получает, потому что распределение работы, как правило, показывает тот объем, который должна бригада постоянно выполнять. Вот, к этому тоже нужно, как бы, внимательно относиться, ввиду того, что была озвучена проблема, что на сегодняшний день бригады не укомплектованы. Причем, как бы, не хотел работодатель с этой обязанностью справиться, не всегда это, не у всех это получается, то есть, если в штатном расписании бригада прописана, к примеру, 10 человек, а по факту она составляет 50%, при этом, выполняя тот же самый объем, который рассчитан на 10 человек, работодатель не будет форсировать события для того, чтобы стопроцентно укомплектовать эту бригаду, вроде, справляются, ну и хорошо, да, но здесь надо внимательно относиться к штатному расписанию, чтобы при этом штатное расписание не сокращалось. Мы также можем с какой проблемой столкнуться, фонд оплаты труда, как мы все знаем, рассчитывается на все штатное расписание, вся экономия уходит, соответственно, в фонд премирования, ну а как уже распределяют премирование, тут уже вы должны понимать, то есть в какой степени кому и что и как дается, то есть еще раз повторюсь, значит особое внимание это создание совета бригады, которая в свою очередь может побудить к написанию проекта коллективного договора, да, и к решению других каких-то вопросов, то есть совет бригады тире инициативная группа уже есть, если это бригада единомышленников, если бригадир действительно человек от бригады, а не от руководства, да, то здесь наверняка значит успех вероятен, соответственно инициативная группа, следующий этап ее развитие в мое понимание это профсоюзная организация, ну а здесь уже совершенно как бы другое поле борьбы за интересы трудящихся, на этом все, спасибо за внимание. у кого есть вопросы или хочет выступить по данной теке, можно я задам вопрос, у меня есть вопрос по поводу выступления товарища контерца, он там упомянул, что бригада по-моему 24 человека, Валюшка, это правильно или неправильно? как выяснилось видимо я договорился, то есть еще раз повторюсь, получается, что у нас звено это первоначально, то есть самое наименьшее 2-4 человека, в крайних случаях 6, ну это скорее уже прямо исключение, из звеньев формируются бригады, то есть как бы бригады это уже целостная структура, она выполняет оконченный вид работ, то есть от начала от заготовок каких-то, к готовым продукциям, хоть и готовая продукция тоже может быть какой-то заготовкой для следующей допустим бригады, вот, то есть вот этот момент, а сколько будет звеньев в бригаде, это уже решается непосредственно в зависимости от вида производства, но именно вот сами звенья, они как бы формируются в небольшие группы, то есть делать там совсем уж большие становится уже нерационально, все, спасибо, если вопрос с места, если кто-то выходить в микрофон и следать я так понимаю вопрос был участия рабочих в создании бригад, правильно? создание развития части организования рабочих именно в создании бригад, то есть тут нужно понимать в чем вообще выгода в бригадах, то есть в бригадах выгода у нас это во-первых безопасность, то есть один человек за собой может не успеть уследить, второй за ним уследить, во-вторых качество работы повышается, потому что опять же один что-то не дал уследил и сделал плохо, второй его поправил и третье у нас имеется передача опыта, то есть есть один более опытный работник, менее опытный могут, да и даже если они оба опытные работники они что-то в данной сфере лучше знают, другой там что-то ему подскажет, и нам нужно уходить от от одиночного труда, то есть когда отправляют одного человека и и работой вместо того, чтобы идти работать своим, вот здесь вот как раз чтобы создалась эта бригада, а я знаю такие случаи где электроцех и там по одному человеку отправляют работать, чтобы бригада создалась необходимо требовать для ведения работы еще одного человека, то есть в нашем случае у нас РЭС пресса состоит из бригад бригада по правилам это написано это два и более человека ну естественно два человека на каком-то участке не может быть по той причине что выпуск больничный 4 человек чтобы минимально можно было вдвоем выйти на работу на какую-то и даже если у нас двоих человек будет не хватать мы будем знать что нам не хватит этих двух человек чтобы выполнить конкретную вид работ мы требуем дать нам в помощь кого-то с другого участка другой бригады то есть и случае отказа выполнения дать на и работы кого-то еще нужно выполнять работу собственно с особой осторожностью так как ты работаешь один последовательно начнешь работать крайне осторожным за тобой никому следить ты увеличиваешь время работы не нужно торопиться что типа ты сейчас один сделаешь так же быстро как вдвоем также по поводу качества ты работаешь один ты помнишь что ты работаешь один среди за качеством работает гораздо сильнее но ты увеличишь время работы и опять же то есть нести носилки и одному конечно можно но это не цель сообразную смысл работы как бы вообще теряется то есть ты один сделаешь гораздо меньше чем вы сделаете вдвоем в твоем сделаете как принципиально больше работы хотя конечно работодатель может казаться что один просто стоит и смотрит в какие-то моменты так оно и есть а второй что-то делаете по зачем то есть смотришь нет он не просто стоит смотрит он наблюдает за качеством работает за безопасностью работа потом меняет они меняются и теперь другой выполняет работу а второй якобы стоит просто так смотрит он тоже не просто так смотрит он дает время отдохнуть ему дали время отдохнуть и при этом он наблюдает за качеством и безопасностью работы но так где-то у них нужно просто поэт работу совместно то есть если он будет один того работа вообще не пойдет как как нужно то есть не нужно торопить торопиться и выполнять работу которую предназначенную для двоих выполнять ее одному и тем самым вы сподвигните работодателя к созданию этих самых бригад не выходить на работу одному у меня все можно вопрос тимур и тимур вообще по технике безопасности разрешено одному человеку работать некоторые виды работ ну например осмотр есть и наличные права осмотра как бы в таких случаях можно осмотр и если характер а если охране не подразумевает выполнение одним тогда нам уже нельзя то есть надо просто отказываться это просто отказываться причем даже если вас двое говорю по объему работы необходимо 3 чтобы не торопиться не заткнуться где-нибудь и не упасть не сломать что нибудь там из инструмента требуйте 3 3 4 10 само требование 3 но мне кажется должно быть заключаться в том чтобы отказываться работать вдвоем где одному то либо мы заставали вратка либо мы заступали в работу потому что я почему спрашиваю потому что он конкретно у нас на предприятии работник как от турбинного цеха просто-напросто погиб выполняя работу одну когда для этого должен подразумевается минимум двое должны выполнить работу по этому поводу читаем выполнял работу в люке на территории дороги в одиночку не было ни конусов ничего да он в тот момент когда вылезал из люка просто-напросто его сбила машинка если работа должна вестись по условиям до выполняемой работы несколькими людьми соответственно нужно отказываться от выполнения такой работой воды хорошими перед начальником и серого не станет даже если будем один выполнять работу за десяти лет можно еще аутерресы в скале алисе можно расшифровать районно-электрические сети то есть мы отвечаем за район у нас воздушные линии кабельные линии по станции помню зовут александр владимирович и посултант научный российского комитета рабочих уважаемые товарищи вот мы поставили вопрос о создании и развитии бригадной формы коллективной формы организации труда ну бригада это одна из форм коллектива и надо сказать что мы к этому вопросу на всем мире возвращаемся потому что они создавались эти бригады имеют большую историю и когда создавали вы скажем если брать нашу страну они очень активно создавались именно в советское время а до советское время ну вот как-то значит не особенно они создавались то сказать делала ставка на дальность девищина наверное это было достаточно эффективно даже из точки зрения капиталистов но как-то вот тем не менее оказалось что это больше в интересах рабочих рабочего класса такая организованность которая и в труде дает большую отдачу вот как вчера владимир михалыч говорил кудрявцев что в бригаде человек развивается быстрее во всех отношениях и в профессиональном и в социальном и в нравственном и так далее то есть это вот один был из резервов строясь в социализм да и вот это широкое движение было по созданию бригад и надо сказать что достижение здесь именно в совет в первое советское время были очень большие бригады если вспоминать они были вот тоже сейчас звучало комплексные то есть они рабочих разных профессий охватывают в одном коллективе и сквозные и сквозные причем значит этого не только по сменам но и и до конца по всей своей физической почке по всему предприятию вы представляете насколько это было непросто организовать и тут инициатива конечно от рабочих немского партийных рабочих то есть этим делом занималась партийной организации почему потому что объединить людей хоть тогда хоть сейчас сказать ну ребята пошли в бригаду хочу это вот я как-то это странно чё это пойду то есть надо было людей убедить это дело обосновать и сегодня ведь тоже вот вам скажут все мы обменяем вас в бригаду разве это не относится к существенным изменениям условий труда потому что оплата труда меняется и рабочие места и ваш функционал это требует вашего согласия кто это вас может так сказать что приказом создали бригаду нет это вы можете да я понимаю сейчас все что угодно если люди все дают их их они и бригаду пойду да но в принципе это дело добровольное еще надо поубеждать людей так чтобы они пошли бригаду конечно этим занимались а тем более в такие сложно в так такую сложную бригаду были и спады в советское время а почему а вот пришли когда сказать в советскую промышленность во второй плане тридцатых годов массовом количестве выходцы из деревни а там никакого не даже не пролетария сказать люди скорее с мелкой буржуазии то они как-то вот за себя и поэтому снова сделали упорное индивидуальное здечие ну вот такой трудно было людей убедить вот они со своими представлениями что вот мой участок вот мой станок и поэтому моя зарплата и так далее а вот снова после военное время снова бригады пошли и последний сказать всплеск это рубеж 70-х 80-х и что хотелось отметить что как всякая форма эта форма противоречивая она может и усилить позиции рабочего класса и рабочих а может и ослабить и за это что большая борьба между прочим вот если сводить все бригады к тому чтобы кту то есть распределить вы не вмешивайтесь производства пусть там руководство все а ваша задача как бы между собой поделить и тогда начинается как поделить грызня и ничего хорошего такая бригада не дает и правильно владимир михайлович говорили всякие бывали бригады давать были такие бригады что они все тормозили мешали вот если к этому делу скатывается хватит ни в коем случае на первый план не ставить к этому да это первое а что же тогда надо будет менять организацию производства если вы объединились бригаду окажет получает недавно задание и что это за бригадой в чем смысл для этого объединения вот тогда все сводится к т.у. значит нужно чтобы была единая плана учетная единица как-то говорили наряд бригады и вот тогда вы вместе начинаете а если вам дали единый но тогда уже кто будет говорить кто будет и как делать это решает бригаду то есть тут большая перемена в работе в такой организационный я почему говорю как я был на балтийском заводе тогда вот когда с студентами и видел какие там кипы документов какие головы думали как решали то есть комплекс проблем и на Соловском заводе такое же делось то есть мы сказать с вами беремся за дело которое требует большой организационной работы да первый шаг конечно просто гниться ну дальше надо вот этот курс выдерживать и в это дело влезать и слава богу это действительно нужно я бы хочу сказать на самом Unternehmen здесь как я обойтись конечно turbo советское время без партия было не обойтись а в наше время чтобы это бы пошло развитие такой глубокой настоящей не будет вот без entrepreneurship влияние тоже или будет по самому что называется минимумам поэтому дело стоящее за него надо брать оно конечно вот надо понимать этот здесь это тоже надо будет бороться из-за правильный курс бороться чтобы это не было формой их удобный для того чтобы Предприниматель мог больше с вас содрать, а это форум, где есть возможность организоваться. И правильно говорить с профсоюзом. Вот мы говорим, докеры, профсоюз, докеров, успехи, успехи. А в чем коренился успех профсоюза докеров? А что у них производственные единицы? Это комплексные бригады из 200 человек. Во они какими коллективами-то. И такие были бригадиры. Конечно, они решили бригаду. Так попробуй, пойди против. Те всегда напомнят про то, какая опасная работа, и что можешь упасть в трюм, и так далее. Так не шутейно могут напомнить иногда. Если уж ты совсем взрываешься и отрываешься от коллектива. А кто сказал, что тут по головке гладит и только слова убеждает, а где-то и вот так покажут. И так она, поэтому бригада 200 человек, такая боевая единица всегда в них и была. Что касается бригадиров, я думаю, что сейчас у докеров по-другому решалось. Конечно, не знаю, там выборы, не выборы, но у них всегда назначение бригадира согласовывалось с профсоюзом. Вот видите, тоже, так сказать, вот вам связка с профсоюзом. Это бригада, это опор для профсоюза, и профсоюз защищает бригаду, чтобы ее не так сделать, что вам поставят кого-то, который будет ходить и вас, значит, бить по головам. Такой насмотрщик. Нет, извините. Вот на это Валентин Владимирович обращал внимание. По заслужению с профсоюзом. Мне такой не годится, а вот такой вот с этим мы согласны. Конечно, за это надо биться, потому что иначе это превращается в свою противоположность бригады. Это дополнительная форма контроля за рабочими. То есть давайте себе не прощать картину, что нужно использовать эту форму в своих интересах, и это требует большой борьбы. А в целом это, конечно, перспективно, потому что, вот я еще раз говорю, что лучший образец профсоюзной работы у нас, это докеры. И, так сказать, значительная степь была связана с тем, что вот они именно так и организованы. Да, плюс к этому еще три члены партии. А в решающий момент, когда что-то бастовка, там еще приезжали туда еще дополнительные члены партии, и создавалась такая сила организованная, которой не могли предстоять никто. Никто. А уж кто там, такие там и бандиты были, и как с ними только не боролись, как вы помните. А вот сила этих бригад, которая была всегда за профсоюзом, помогала добиться успеха в самых сложных испытаниях. Спасибо. Они работали все на момент или были на смену разбиты? Ну, конечно, смены и все. Комплексные бригады, поэтому, называется. Комплексные, конечно. После Александра Владимировича сложно будет, конечно, выступать, но я попробую чуть-чуть визуализировать и обозначить важность бригадности именно для борьбы. Смотрите, мне здесь зацепилось внимание за такой тезис, что бригада формируется по принципу, как пример, выполнение комплексной работы, то есть под ключ, неким образом. Таким образом, получается, за счет комплексного характера их работы, можно расценивать как бригаду, как единицу силы. То есть, ту единицу, которая реально способна оказать влияние и на само производство, и в качестве воздействия на работодателя при отстаивании интересов. И вот, как его вариант, хотя бы визуализировать. Если с такой логики исходить, то бригада мы имеем, ну, используем круги лейдера, допустим, одно звено обслуживания, второе звено цепляется за первое, например, звено выливки или выплавки, третье звено, там, перетяжки, замены каких-то расходников, и четвертое звено, которое, как бы, пронизывает все эти три, это звено, получается, технологических параметров, технических замеров, которые влияют на все третьи операции. И вот, например, вот это все вместе, и есть бригада. Вот эта единица большая, она способна оказать влияние и на производство, и на работодателя. Почему это важно понимать? Есть, на мой взгляд, антагонистические, но в случае с Александром Владимировичем он все-таки застрялся сомниться, может, и не антагонистические. Как формируют бригады? Есть группа оборудования. Здесь, здесь, они находятся рядышком и делят по бригадам вот так вот. Вот эта бригада, вот эта бригада. Но, вот эти звенья, они, как бы, вот здесь поработали, потом сюда перешли, и где же бригада? То есть бригада оборудования и бригада рабочих, ну, какие-то несовместимые понятия, какая-то каша-каша масляная, такая непонятная масло-масляная, не следить, не проконтролировать, не организовать. Такой вариант, мне кажется, недопустимый. Вот так надо организовывать бригады. И что здесь мы получили, когда проводили профсоюзные выборы? А то, что вот эти звенья, они разбиты на смены. Сегодня они пришли, прошли по бригадам оборудования, завтра другие пришли, такую же дорогу, что прошли. Мы проводим выборы посменно. В каждой смене свои выборы провели, приняли решение. В рамках повестки выборов, в том числе делегирования на правком, формирование правкома. Выбираем делегатов. По представительству там один человек от 100, по-моему, или от 100, не помню. И получается, что с коллектива нужно 6 делегатов, а смен 5. Получается, с какой-то сменой 2 человека, с вами по одной. Но по факту получилось вообще, все делегаты из бригадиров, назначенных начальником, то есть это все его ручные подданные, и один, самый крепливый, самый рубашкурвущий, типа, ну хорошо, и ты тоже пойдешь, все равно ты там ничего не повлияешь, один у нас много. Естественно, никого представителей мы не могли выбрать, никакого мы комитет не могли расформировать, потому что все решали вот эти бригадиры назначенные. Правильнее было бы тогда делегатов направлять как раз-таки по-бригадам, не от количества человек, а от каждой бригады. И тут, да, с нашей бригадой, с этой бригадой один человек пошли, и действительно выражали бы волю коллектива на вот этих профсоюзных мероприятиях. Ну, в принципе, я думаю, мысль понятна. Значение, почему важно формировать бригаду, и важно правильно сформировать бригаду, то есть, как оказалось, что они бывают разные формы, сквозные, не сквозные, а комплексные. Важно выбрать форму бригады, в нашем случае, ну, например, вот такая, самая оптимальная, когда можно реально чего-то добиваться. Ну, это нам предстоит работать, оказывается. Благодарю российский комитет, натолкнули на мысль. Все, да? Да, ну и все. Короче, кто еще? Соловьев Василий Феликсович, как он представлялся, город Аминурат, Красный Октябрь. Ну, что касается насчет бригады, в этом я, в плане, конечно, разделяю с вами ваше мнение. Никогда не нужно работать одному. Особенно, вот, как вот я работаю электрогазосварщик, и нередко нам приходится сваривать оцинкованные трубы. И бывает так попадает, что приходится выходить в выходные. Этот день воскресенье. Вот. Надо так, чтобы вот именно требоваться работодателя, не просто уважение, как к нам, как к рабочих, и соблюдение 153 статьи ТК РФ. Доплаты дополнительные, плюс еще приплаты за вредность, потому что это все-таки цинк. Ну, и давать больше перерыва отдыха, чтобы вот хотя бы хоть день надо было отдохнуть, потому что, вдыхая вот этот цинк, он очень действует на организм. Это когда вот не можешь нормально спать. Повышается температура, давление, кашель. Из-за чего вот мне, ну и раз и приходилось, когда долго очень работаешь, приходилось идти на больничный. Так что нам вот объединить, вот бригадное объединение вот должно быть такое, чтобы еще требовать каких-то дополнительных выплат и дополнительного дня отдыха после сварки оцинковки. Так что, ничего страшного. Все, да. Вообще, что еще хочется сказать? Назарик Вячеслав, электромонтажник по ремонту домовых систем, выплатный предсервис. На нашем предприятии еще далеко, конечно, до организации бригад, я хотел бы пару слов сказать вот как раз об опасности работы, работе в единочку, да, и о том, что необходимо искать пути, хотя бы вдвоем выполнять работу, потому что для работодателя, для администрации уже все это работает, всего лишь цифру на бумаге, она абсолютно не имеет понятия, что делает рабочий, как происходит его работа. И бывает, что тебя посылают одного, и ты просто, ну, я повторюсь немножко, да, время ограничено, начинаешь нервничать, иногда что-то не получается, куда-то там лезешь, щит под напряжением, бывают и такие ситуации, там шлиц какой-то ссором, все, и уже неосознанно начинаешь нарушать, у тебя там какие-то движения неуверенные, все, риск получить травму и так далее. А здесь, конечно же, второй стоит, наблюдает, он видит это все, потому что он не напрягается в этот момент, у него есть возможность оценить трезвую ситуацию, подсказать ловно, убери руку, иногда просто не твой день, что-то не получается, ну, понимаем, ну, вроде как бы делал много раз, одно и то же, а вот сегодня не получается, но второй раз и сделал, иногда наоборот, это такое дело. Ну, конечно, уже, вот у нас, например, создалась такая ситуация, что уже приучили, так, даже не рабочих приучили, а сами себя, администрация приучила, что это само собой, разумеется, там послать кого-то, куда угодно, ну, вот, например, у меня был такой случай, у нас были два человека, двое рабочих в моем отделе электриков, которые были обучены верховазным работам и занимались, в том числе, обогревом кровли, потом один ушел добровольцем на СВО, а второй получил повышение, стал мастером, и в итоге не осталось этих специалистов, а сезон наступил, и внезапно оказалось, что нужен человек, там, что-то отремонтировать, но мне, как само собой разумеется, начальник заявил, ну, иди на крышу, там, почему-то, ну, вообще, я, как бы, не подписывался под такую работу, мне она, ну, я не люблю высоту, там, крыши, и все такое, но я не могу перечить начальник, что я один, и, ну, сколько-то, да, не на кого опереться даже, но вот здесь все равно надо искать какие-то пути, выхода, то есть я все-таки вышел на крышу, огляделся, посмотрел, спустился, звоню, говорю, ну, извините, голова кружится, страшно, я даже вот не понимаю, правильно ли я стою на крыше, мне кажется, вот сейчас возьму, сорвусь, упаду, понимаете, дайте мне хоть одного человека, профессионала, который будет смотреть, правильно ли я вообще действую на крыше, чтобы, да, ну, там, кровельщика, допустим, а ты не смотри вниз, там, ты там, зажмуйся, да, дворечный начальник, ну, вы понимаете, я уже в таком эмоциональном состоянии, ну, просто это риск, главное я, я сорвусь, упаду, но без меня еще, как-то, контора проживет, начальство, руководство посадит, как дальше контора будет существовать, ну, то есть, вроде, как бы, не пошел на конфронтацию, но через час прислали кровельщика, и все нормально, и он со мной, кровельщик, абсолютно был согласен, да, нельзя работать с верным, это, само собой разумеется, я уже молчал, потому что у меня допуска даже нет к работам на высоте, но здесь пока, как бы, вот, идти так с позиции правил, что не буду, там, запрещено, можно, конечно, но, пока еще нет коллектива, лучше искать какие-то такие творческие подходы к отказывающим, в зависимости от ситуации, но это необходимо делать, иначе, в любой момент может что-то случиться, и все, на этом борьба, как бы, закончится, да, все, спасибо, Юрий Чешилов, Абуховский завод, Ленинград, ну, вот, у нас тоже был случай, в общем, когда формировали бригаду, так получилось, что у нас бригадир и часть работников, ну, разделили, то есть, бригаду, разделили, значит, они выехали на другой объект, вот, и у нас собрали подписи, правда, ну, вот, что у нас будет другой бригадир, вот, и у нас, ну, как бы, наше мнение, согласовали, да, с нами, то есть, всех, всех, значит, начальства, вот, ну, и вот, присоединили нас к другой бригаде, вот, и работа, ну, не заладилась, короче, после этого, вот, то есть, тоже вот от бригадир, же очень много зависит, кто дает задание, как относится, как это самое, ну, свой, не свой, начались конфликты, вот, конфликты, и, прямо, ну, до слез, короче, там, женщина, там, обижались, и, ну, и что, мы, мы вот решили, что, ну, причем, ну, бригадир женщина, и она тоже, ну, как бы, женщина, что-то, как бы, так вот, ну, зуб на них, имела, а мужиков, как бы, нормально, ну, вот, ну, это самое, но мы, все равно, проявили солидарность, как бы, ну, тоже, пошли к начальству, и сказать, что мы не хотим, как бы, да, вот, с этим бригадиром, вот, ну, и, ну, и все, у нас, как бы, другую бригаду, перевели, объединились с другой, вот, ну, и вот так вот, тоже, такой, небольшой, иллюстрация, да, как, значит, и все, ну, и нормально сразу, и отношения, ну, как бы, и настроение лучше, вот, когда ты, ну, работаешь, тебе ничего с утра уже, не накручивает там, чай пьете там, короче, ну, как бы, вот это настроение уже испортит с утра, да, и уже день не заладится, да, еще и работать не хочется, и, как бы, вместо, вместо работы думаешь, вот, в этих ситуациях конфликтных, так что, в общем-то, поддерживаю тоже, это инициатива очень правильная, хорошая, что выбирать бригадиров надо, и, ну, участвовать в управлении, это уже участие, управления, вот, процессом, спасибо. Андрей Николаевич, надо зачитать проект постановления. Позвучит постановление. Уважаемый товарищ, проект постановления Российского комитета рабочих, участие организованных рабочих в создании и развитии бригад. Бригада – это группа работников, объединенных по производственному принципу для выполнения общей задачи. Бригада является первой самодостаточной производственной единицей, в которой каждый работает на общий результат, и заработная плата каждого зависит не только от результатов его собственного труда, но и от эффективности работы всей бригады. Бригада не имеет в своем составе представителя администрации и дает широкие возможности для самоорганизации рабочих. Организация рабочих начинается с понимания единственных интересов. Наиболее близкими всем рабочим являются насущные интересы рабочего класса, а именно повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы и рост реальной заработной платы, сокращение рабочего дня, обновление всего оборудования, работа на исправной технике, улучшение условий труда. Реализация своих интересов достигается только борьбой организованных рабочих. Для подготовки к этой борьбе Российский комитет рабочих рекомендует сформировать в бригадах советы бригады из ее членов. Целесообразно, чтобы хотя бы один из членов совета каждой бригады входил в состав комитета профсоюза. Бригадир должен быть выборной должностью и выполнять обязанности по руководству бригады без отрыва от производства. Бригада должна самостоятельно планировать свою работу хотя бы на смену и согласовывать свои действия с другими бригадами. Составить свой проект коллективного договора, который будет выступать как единый план для всех рабочих предприятий. Работодатель вынужден формировать бригады для решения производственных задач. Рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива и осуществления своих интересов. Рабочие, прошу принять за основу проект постановления, подоголосовать кто за? Кто против? Кто воздержался? Я за. Единогласно. Я за. Ты. Там. Т. Продолжение следует...